Если семья многодетная, в ней должно быть не менее семи детей. Если приёмная, не менее пятнадцати. Только в этом случае семье выпадает шанс получить в подарок автомобиль. Так получилось, что за несколько лет в семье Ирины Игнатьевой воспиталось 17 детей. А в прошлом году Ирина стала бабушкой. У неё родился первый внук. Всё мягенько, всё, блин, это так нажимаете, говорит. Едешь прям, в кочке ничего не чувствуется. Три года назад Игнатьевы были вынуждены продать свою машину, чтобы увеличить жилплощадь. Купили соседний дом и теперь строят между зданиями тёплый коридор. Заявку на участие в областной программе «Семья и дети» Игнатьевы подали в 2016-м. И сегодня они с автомобилем. Для огромной семьи это важный ресурс, говорит Ирина. Семиместная «Лада Ларгус» позволит снять много вопросов. Сейчас мы будем ездить в бассейн. Мы всё это откладывали. Ребятишки просят, мы откладываем. У нас есть такие разовые акции, разовые поездки в бассейн, так, чтобы ребятишки постоянно занимались там. Ну а если бассейн, то есть там рядом построили сейчас замечательную ледовую арену. То есть теперь мы можем в ту часть города добираться, потому что стабильные ребятишки могут заниматься. Мы теперь можем, допустим, если погода хорошая, за две минуты собраться, уехать куда-нибудь на берег, оставить дома все телефоны и наслаждаться просто, вот устроить такой день без интернета, без телефонов и просто общаться друг с другом. Мне очень нравилось то, что у нас будет машина и у нас будет намного больше возможностей ездить куда-нибудь, отдохнуть. И как бы машину я увидел после того, как приехали. Машина очень большая, мне нравится. Проехав от Новосибирска до дома, Игнатьевы поняли, что это их семейный автомобиль. Продавать его не будут. Осталось только привыкнуть к механической коробке передач.